Не так давно в наших школах учили, что пол — это биологическая реальность. Это, очевидно, на уровне ДНК. Вы не выбираете пол, вы рождаетесь с ним. Ваш пол — такая же данность, как и ваш рост, цвет глаз, предрасположенность к раку груди и миллион других вещей. Это генетика. Генетика реальна, может, к несчастью, но это правда. Но теперь это язык ненависти. В своем шоу комик Дэйв Шапелл объясняет, что бывает, если вы бросаете вызов такой безумной доктрине. Они вычеркнули людей посерьезнее меня. Они замахнулись на Джоан Роулинг. Боже, Джоан Роулинг написала всего Гарри Поттера сама. Она продала столько книг, что Библия заволновалась. И они вычеркнули ее, потому что в одном интервью она сказала, и это не прямая цитата, но в сущности она сказала, «Пол — это факт». И затем трансы накинулись на нее и обозвали торфом. Я даже, блядь, не знаю, что это значит. Но я знаю, что трансы придумывают слова, чтобы победить в споре. Это правдивейшая вещь. Придумывают новые слова, чтобы победить в споре. Это заметно повсюду. Итак, здесь нет ничего радикального. Все это вполне общепринято. Четыре года назад никто бы и не заметил. Но теперь группа работников Нетфликса решила протестовать против шоу Шапелла и требует убрать его с сервиса. Затем они напали на мужчину, который пришел поддержать Шапелла и свободу слова. Смотрите. Подотчетности! Когда мы ее хотим? Сейчас! Чего мы хотим? Подотчетности! Когда мы ее хотим? Сейчас! Мы не против смеха, но так вы разжигаете ненависть. Жизни трансов важны! Жизни трансов важны! Он ломает мой плакат! Он ломает мой плакат! У него оружие! У него оружие! Они сломали его плакат, и потом у него осталась только палка, потом они закричали, что у него в руках оружие. Итак, его слова насилие, их насилие слова. Так это работает. Что интересно, количество человек, которые реально беспокоятся так, что готовы напасть, ничтожно, но у них власть. В этой стране 350 миллионов человек, и может быть таких около тысячи, и все же они управляют всем. Почему? Сет Дилан может знать ответ. Он исполнительный директор Babylon Bee, одного из немногих оставшихся сатирических сайтов. Сет, спасибо, что присоединился к нам. Ты сталкиваешься с этим каждый день. Ты цель многих из них. Тебя, должно быть, удивляет, что людей, которые пытаются уничтожить твой бизнес и жизнь, ничтожный процент, не так ли? Это так, но у них вся власть. Это забавно, они действительно смешны, потому что пытаются представить себя, как непринимаемые в расчет, как не имеющие значения, угнетаемые. Но вам нельзя над ними шутить. Знаешь, как распознать тех, у кого вся власть в обществе? Это те, над кем нельзя шутить. Так? Правильно. Над такими людьми шутить нельзя, так что очевидно, что они контролируют все институты в нашей культуре. Таким комикам, как Шапел, теперь нужно принимать это в расчет. Им нужно не только спрашивать себя, смешная ли эта шутка, но и подумать, не оскорбит ли моя шутка людей, у которых больше власти, но которые считаются притесняемыми, потому что я могу загубить свою карьеру. Насколько... Ведь твой сайт по-прежнему смешит людей. Думаю, многие наши зрители цитируют заголовки Babylon Bee по крайней мере раз в день. Насколько эта ситуация беспокоит тебя? Чувствуешь ли ты, что можешь потерять свой бизнес? Такова их цель, не так ли? Они пытаются атаковать нас разными способами. Одну вещь они делают неосознанно. Они превращают реальность в абсурд. Ты рассказываешь о Камале Харрис и Джо Байдене, обо всех этих видео, о том, насколько они фальшивы. Их невозможно высмеять. Эти люди за пределами пародии. Они сами превратили реальность в пародию. Это один способ. Есть еще осознанный способ. Они проверяют достоверность шутки, пытаются опровергнуть ее, добиваются ее удаления. Затем они пытаются обвинить вас в разжигании ненависти под видом сатиры, как с Шапеллом, например. И говорят, что его шутки неприемлемы, они оскорбляют людей. Но на самом деле это полиция юмора. Они говорят, о, его шутки оскорбляют мои чувства. Такие люди заслуживают высмеивания даже больше, потому что глупо утверждать, что шутки — это насилие. Как ты сказал, слова теперь насилие, а насилие — слова. В шутках нет насилия. Они не вредят никому. Если бы все мы были равны, мы могли бы свободно шутить друг над другом, без этой иерархии, в которой есть неприкасаемые, и над ними шутить нельзя. Если бы мы были равны — боже, ты попал в точку. Если бы все мы были равны. Такое возможно только в стране, где все люди считаются равными. Но наша страна уже не такая. Сет Дилан, спасибо за интервью и за твой сайт. Субтитры создавал DimaTorzok